Мы сегодня с вами запланировали рассмотреть пять вопросов, связанных с регистрацией кандидатов в депутаты Государственной Думы. В Первоуральске регистрируют кандидатов в Госдуму. В выборах по этому округу решили участвовать 9 человек. Списки уже появились на сайте избирательной комиссии Свердловской области. Среди тех, кто будет участвовать в предвыборной гонке в Госдуму... Антон Безденежных, 29 лет. Владислав Пунин, 41 год. Николай Езерский, 60 лет. Зелимхан Муцов, 56 лет. Алексей Политаев, 32 года. Сергей Ренжин, 41 год. Игорь Конаков, 52 года. Сергей Ярутин, 34 года. Александр Черкасов, 40 лет. Но зарегистрируют пока только 7 кандидатов. Из них удостоверение получат те, кто присутствует на заседании. Это Сергей Ярутин и Зелимхан Муцуев. Действующий депутат Госдумы уже в пятый раз баллотируется по Первоуральскому округу. Борьба, она всегда интересна. Любая выбор. Я всегда считал это непредсказуемо. Кто в чем, а потом уже судить людям. Еще один кандидат – лидер отделения партии «Патриоты России». Сергей Ярутин живет в Екатеринбурге, но решил попробовать свои силы в Первоуральске. Город Екатеринбург, он и так у меня в зоне ответственности находится, что называется, 24 часа в сутки. Потому что я большую часть времени, конечно, нахожусь там. Но город Первоуральск достаточно такая интересная, сложная территория. В избирательной комиссии рассказали, в установленный законом срок будет рассмотрен вопрос о регистрации еще одного, восьмого по счету кандидата. Девятый кандидат документы на регистрацию пока не представил. Если он желает включиться в борьбу, нужно поторопиться. До 3 августа календарным планом Центральной избирательной комиссии определен срок подачи документов на регистрацию. Также 29 июня закончился срок выдвижения кандидатов в областное законодательное собрание Свердловской области. Начало претендентов было 11, но самовыдвиженец Константин Симаков снял свою кандидатуру. Сейчас осталось 10 кандидатов. И так депутатами заксобрания хотят стать. Это Балабатько Алена Владимировна, Дронов Алексей Иванович, Калиниченко Иван Александрович, Огородников Дмитрий Сергеевич, Панасенко Александр Владимирович, Переверзив Николай Дмитриевич, Переверзив Юрий Олегович, Рудаков Алексей Алексеевич, Саблин Сергей Васильевич, Чертищев Вадим Геннадьевич. На данный момент зарегистрированные получили удостоверение только двое – Дмитрий Огородников и Юрий Переверзив. После сдачи документов информацию по кандидатам проверят в госорганах. У них не должно быть проблем с законом и финансовой отчетностью. По словам председателя окружной избирательной комиссии, кончательные имена участников предвыборной гонки будут известны к середине августа. С 20 августа кандидаты смогут начать агитацию в СМИ. Александра Поддубная, Руслан Гаскаров, НТРТВ